Всем привет! Вы на канале 100 орхидей и египетская сила. Меня зовут Ольга. Я проживаю в городе Подольск, Московской области. Сегодня дневник архомана за июль, заключительная вторая часть. И сразу хочу начать с распуска орхидеи Дарвин. Многими любимая мультифлорка. Размер цветочка где-то 8 сантиметров. Отличительная ее черта. Это невероятно красивая губка. Она не сказать, что желтая. Скорее оранжево-персиковая. Ну, по крайней мере, у моего Дарвина имеются вот такие разводы. Немножко даже как бы розоватые. Вот на этой губке очень хорошо видно такие розово-персиковые разводы. Вообще губка бывает разная. У кого-то прям ярко-ярко желтый, у кого-то побледней. Вот. У меня вот такой вот экземплярчик. Это уже третье домашнее цветение. Очень сложно он так загнул, потому что этот цветонос формировался вот там под полочкой, уперся. И здесь получается основной цветонос и разветвление. Вон там одно. Также раскрылся первый бутончик орхидеи мороженка. Это ее домашнее название. Очень часто ее упоминала. Давайте ее вытащу, покажу вам поближе. Первое домашнее цветение. Всего лишь два бутончика. Как-то вот, ну, слабенько, да, пока. Но ничего. Для этого мы нарастим еще побольше корешков, адаптируется, уверена, будет еще цвести попышнее. Вот такие корни наросли. Получается, в домашней коллекции она у меня около года уже. Так, какие-то корешки были при покупке испорчены, но вон они там так и остались. Я не стала ее трепыхать из посадки, вот, а оставила для того, чтобы она нарастила корни, что она успешно, в принципе, вот и делает. Листик, по-моему, вот этот домашний, сверху один она нарастила. И вот пропустила почку цветоноса. И вот такая красавица. Губка необыкновенная, у нее яркая такая. Почему зову мороженка? Ну, потому что у нее, знаете, оттенок такой айс. Оттенки такие холодные, красивые, яркие, но при этом вот холодные, нетеплые. Ну, возможно, это моя фантазия, как-то так вот ей приписала. Вообще, у производителя она под вот таким номером, то есть тест. Производитель GMP, напоминаю. Вот такая у меня красотка. Очень мне нравится форма вот такая цветочка, как звездочка. То есть сипали и питали они одной формы, одного размера. Произошло какое-то странное отсечение орхидеи. Нарбоны, детки, вот ее мамашки. Вот видите, да, цветонос. Часто вам показывала эту детку, как она цветет беспрестанно. И вот ее цветонос опять. Прямо вот она заканчивается и тут же выпускает новый цветонос, либо пробуждает почку на старом. В чем заключается странность? В том, что я не помню, как я ее отсекала. Мы уехали с мужем в отпуск на несколько дней. Приезжаю, вот сейчас подхожу, смотрю, она лежит. Думаю, странно. Либо кошка ее как-то потрогала. Она же не могла так аккуратно ровно вот оторваться, правда? Ой, ну, в общем, ладно, что уж теперь гадать. Либо склероз, либо тут еще что-то произошло. Пойду сажать. И на помощь мне придет опять стимул. Препарат антистрессовый. Одна ампулка пойдет на пол-литра воды. Не смотрю на то, что здесь написано. Вот, дозу посильней. Опрыскаю сейчас вот эти воздушные корни этим раствором. И оставлю на какое-то время. Там на часик. Вот так посмотрим. И буду пересаживать уже. Точнее сажать. И буду в обычный стандартный горшок D12 от какой-то старой орхидеи. Вот, сделала дырочки в нижней части. Все. Сюда буду пересаживать. Корешков здесь достаточно. Я думаю, что размер подойдет. Кору возьму от Орхимания. Это покупала я на выставке Орхидеи. 12-27 миллиметров. Такой средней фракции. Вот. Некрупная. По сравнению вот с этой видно, по-моему, вот эта прям намного крупнее. Вот так выглядит промежуточный вариант. Орхидеика посередине располагается. Корешки закрутила. На одну треть, наверное, здесь пока что кокосовое волокно. Но оно прижмется и будет еще ниже потом уровень. На дно положу сейчас внутрь туда крупные кусочки коры. И уже сверху везде мелкие. Мох пока не буду. Вот и все. Посадка закончена. Здесь только кора. Если все будет хорошо, через месяц, через полтора я добавлю туда немножко ациофлора. Чтобы сделать уже грунт более влагоемким. Матушка Орхидея Нарбона не показала себя любителем попить. Несмотря на то, что посадила ее в закрытую систему. Она, конечно, не погибла там. Но все-таки воду пьет очень медленно. И я даже там не столько поливала, сколько просто опрыскивала. Поэтому здесь, учитывая еще, что корни воздушные, вот такая невлагоемкая посадка. И дырочки внизу горшка. Что делаю я крайне редко. Только с теми орхидеями, которые гнилые корни. Или вот показали себя, повторюсь, не особо пьющими. И пристально наблюдать каждый день. Как только корешки будут серыми, тут же опять опрыскать. Никаких замачиваний я делать не буду. В общем, постепенно, постепенно буду приучать эти корни пить воду. Прежде чем я взяла камеру в руки, раздался радостный мой крик на всю квартиру. Я увидела снова цветонос на орхидее Мики Сакура. Постоянные мои зрители любовались ее цветением всю зиму, весну. Полгода как минимум она цвела. По-моему, с декабря. И получается по май точно. То есть вот где-то в начале июня она только резко засушила все цветочки. И вот, пожалуйста, среди множества цветоносов, которые у нее были, это, получается, было второе цветение у нее. Первое самое это было при покупке из личной коллекции. И вот те самые первые цветки очень быстро она отсушила. Видимо, от стресса. Как только было домашнее цветение, вот он цветоносик. Цветение уже было полгода, как я вам уже говорила. Это, получается, третье ее цветение. Вот буквально сразу же после второго. Как же я рада! Ты же моя красота! Мне кажется, здесь даже вот почка набухла. Прекрасная орхидея Мики Сакура. Вот Льюис Сакура, где-то она у меня там стоит, не помню, уже отселила я ее в дальний куда-то вон туда край, она до сих пор не цветет. Хотя я ее покупала еще раньше. Такая противная, хочу ее продать. У многих она такая тугодумная. Вот, судя по отзывам, Льюис Сакура очень долго не зацветает. Также увидела цветоносы на орхидею. Вот такой ночная серенада. Катрина выпустила цветонос. Беглип Пастелла Киес тоже гонит цветонос, прям полностью новый. Только недавно отсвел, уже выпустил. Так, орхидея вот эта. Ага, забыла какая. Хорошо подписана, прочитала. Орхидея Мушин наконец выпустила цветонос. Соскучилась по ней с прошлого лета. По-моему, не видела я ее. Не виделись мы. Так, пробудила почку. И цвести собирается вновь Куин Кис. Это просто для меня удивление какое-то. Очень долго ждала ее домашнего цветоноса. И вот она только отцвела. Тут же пробуждает вот эту крайнюю почку. Смотрите, снова цветоносик. В общем, я безумно довольна. Лебедушка моя тоже так и цветет. Ой, так люблю. Люблю эту орхидею. Это еще невозможно. Какая же у нее красивая губка. Розовая с желтым. Впервые увидела. Единственный экземпляр. И больше такой орхидеи я не видела. Леруа Мерлен на 8 марта прошлого 22 года. Вот такие красоточки мои. Так, ну, Легатушка прям золотится на солнышке. Просится. Ну, покажи мне всю мою красоту. Давай попробуем передать. Блеск. Твой золотой. В прямом смысле слова. Золотая орхидея. Сколько она сейчас стоит, это ж немыслимо. Вот такая красотка. Спасибо большое. Моей подписчице и зрительнице Светлане. Представляете, вот подарила мне орхидею. Просто подарила. Эту удивительную историю, как она меня узнала по голосу на кассе. Я рассказывала. Так, а вот еще орхидея тоже подарена Антониной. Значит, здесь что получилось. Пока я тоже работала. Она у меня была на самой верхней полке. Там мощная лампа. И загнулся цветонос. В итоге, вот когда уперся в эту лампочку, все остановился в росте. Мне было так жалко. И она выпустила новый цветонос. Это орхидея самая красивая из желтых. Golden Beauty. Solid Gold еще очень часто можно встретить. В Леруа Мерлен название такое. Я до сих пор не понимаю. Solid Gold. Что это? Это микс из желтых орхидей называется? Или это конкретно название одной орхидеи? Не знаю. Ну, в общем, все. А, так, да. Парфюмерная фабрика. И вот, к сожалению, я, наверное, вам не подскажу. Пьяные зрители помнят, что я покупала три экземпляра. Ну, не помню я. Вот не помню. Тоже вертится на языке. Сейчас подпишу. Вот это будет домашнее цветение. Получается, из трех орхидей парфюмерных фабрик уже вот эта вторая зацветет. И еще одна орхидейка зацветает сразу после того, как отсушивает цветонос. Это мукола. Очень симпатичная, красивая орхидейка. Всем ее советую. Вот цветунья невероятная. И еще там вижу ботюшки мои. Так, это каменная роза номер два. Это цветет опять силки. В целом домашнее цветение уже, наверное, пятое будет, седьмое, там, не знаю какое. Но я имею в виду, что за год это третье будет ее цветение. Прям вот первое только отсушила, и вон вот смотрю опять. Пенивчик, как же я про тебя-то забыла. Ну, пенив это я видела. Я уже давно жду цветения от него. Я очень довольна. Орхидеюшки, спасибо. Что я хочу сказать. Они как будто обрадовались. Вот что я теперь дома. Вы посмотрите, одна за другой решили повторить свои домашние цветения. Спасибо вам, мои хорошие. Все-таки вот и они от меня подпитываются. Но они не вампиры. Потому что я чувствую, как и я от них тоже подпитываюсь. Это, конечно, было страшное расставание у нас с ними на долгих восемь месяцев, когда я вышла на работу. Причем на такую вот, которая совершенно не по моему уровню. Образование, знания и всего прочего. И способности, да. Ну, вот так вот жизнь заставит. Не зарекайся ни от чего. И орхидеи страдали без меня. Сколько на них бед свалилось. И я без них страдала. И сейчас у нас вот такое счастливое воссоединение. Еще вам хочу показать. Листик даже начал расти у орхидеи папайя, которую мы лечили. Помните? Антибиотиками различными, противомикробными препаратами. Я купила орхидейку. И у нее была вот здесь вот явно гнилая точка роста. Вот. Она отрастила, сейчас покажу, корешки. Ну, с корнями как-то я понимала, что проблем не будет. Вот один корешок, вот второй, третий уже там в мох врос. А вот с листиками, листиков ждала. Вот эту обязательно надо теперь подкармливать с азотом. Потому что азот именно дает такой усиленный рост для листовой массы. Для любителей снежки, вот, пожалуйста, кот Батон и его жена. Часто меня спрашивают, как поживают мои парфюмерные фабрики. Одну я вам показывала уже, она цвела, Адорион. Вторая сейчас Цветоносым Сеншин. И вот это третья. Самая такая проблемная из трех, по идее, по отзывам других архаманов, должна была бы быть. Это Валкион. Но, знаете, вот, смотрите, после пересадки, вот, все корни у нас и сохранились, и наросли вот такие кудри. Я даже не знаю, что делать. Вот впору опять пересаживать. Хотя место в горшке есть, вы видите, да, еще. Но я боюсь, что вот эти воздушные корни засохнут. Вот пока сейчас влажность высокая стоит, это им не грозит. Но как только придет жара, влажность понизится, то очень часто у меня вот эти корни воздушные отсыхают. Я знаю, что за ними надо ухаживать, их надо опрыскивать. Семья, дети, вот честно, мне там лазить, проверять, даже помнить, у кого много воздушных корней, там вот это вот все брызгать так, чтобы не попало сюда куда-то вот в пазухе. Я этого боюсь, мне даже не говорить и ничего. Это даже не обсуждается все. Я похоронила орхидеи от попадания влаги внутрь. Поэтому, пожалуйста, этот вопрос для меня закрыт. Вот, поэтому думаю, думаю о том, чтобы в этот же горшок, вот в эту же кору вытащить, опрыскать корни и все их туда направить. Потому что заправлять по одному туда, в горшок, мне кажется, это будет очень долго. Не знаю, я боюсь, что я с этим не справлюсь. Я отломаю просто вот эти все растущие кончики. В июле месяце, наконец-то после продолжительного периода, я начала снова снимать обзоры орхидеи в магазине Леруа Мерлен. Был привоз интереснейших биглипов. К сожалению, не все они с хорошей корневой, а также с поврежденной точкой роста были. И я отобрала из большинства красавиц вот эти две. Был мучительный выбор лично для меня, потому что в целом я не собиралась больше покупать орхидеи. Ну вот эта красотка, сладкая девочка. Сейчас посмотрела на видео в других каналах и узнала о том, что бывает шани-гелл и просто свит-гелл. Теперь мне нужно понять, какая у меня. Значит, по поводу вот этих защипчиков, даже не знаю, не буду, наверное, заморачиваться больше. Я в любом случае рада, что она у меня есть. Но вот такие вот на каждом цветочке. Такие как проколы небольшие есть. Зрители подсказали мне, что бабочка выглядит совсем по-другому в этом сорте. Даже дали мне ссылку на видео одной девушки, у которой есть точно стопроцентная бабочка-сладкая девочка. Но я все равно рада, потому что давно хотела вот эту орхидейку и не люблю заказывать подростков. Ждать? Нет, это не мое. И вот моя красавица, рыжунья. Я не удержалась. Написала Ирине. Ирине канал Уютной Орхидеи. Говорю, вы точно мне скажете, потому что помню, что у Ирины есть и Тамара, и золотая рыбка, и все-все рыжики. И уверена была, что она мне подскажет. Так и есть. Она сказала, что это Орхидея Тамара. Мне кажется, вот именно эта рыжунья не так часто бывала на обзорах в Леруа Мерлену, у меня, по крайней мере, у нас. У нее даже вот форма цветочка немножко вот так вот поджата, слегка на ракушку напоминает. Ну, может быть, это просто от пакета так пока что, не знаю. Ну, в общем, чем-то она меня привлекает. Я еще пока не знаю сама чем, в отличие от всех остальных. Такой контраст интересный. Вот головка вот этой колонки на фоне темного достаточно цвета. И при этом вот губка горит. Тем более подкупила меня восковая структура цветка. Вот такая форма, как чашечкой. И решила, что вот всех рыженьких, там золотые рыбки, морковный пирог, еще что-то, серфсонг, все-таки именно Тамара мне нравится больше всего. Так что с горизонтом особо нет, он не похож. А давайте теперь с орхидеей именно папайя. Так, ну, она у меня, конечно, подвыцвела уже. Наверное, тоже не особо. Ну, вот что-то близкое, да, уже. Какие-то такие оттенки есть. Вот очень похожие. Белая колонка. И вот это вот неоновое, видите, да, свечение из центра. И губка малиновая с желтым. Ну, форма, безусловно, разная, губы и цвет, и самого цветка. Но я имею в виду оттенки. Оттенки вот очень похожи с папайей. Нет, хорошо, что я ее взяла, потому что такой у меня нет. Нет. Вот, ну, даже не с чем сравнить. Вырвалась на пару дней к маме в Москву. И заходила в магазин Ашан. Снимала вам обзор орхидеи. А также рядом магазин Спар. По-моему, так он называется. Посмотрите, какая красотка. Очень мне напомнило по размеру и немножко по расцветке вот этого верхнего цветка. Орхидею Айронмен. Еще орхидея Пикассо. Вот не знаю, это то же самое, что Айронмен. Или это просто два названия одной орхидейки. Вы знаете, прям вот боролась с собой, чтобы не взять. Но у нее ценник такой был 1300. Поэтому, ну, как-то нет. Для меня это очень дорого. Ну, крутила, вертела я ее очень долго. Вот такая красавица. Подскажите, у кого есть Айронмен? Это она или нет? То есть бывает у нее мутация цвета. Потому что вот эти вот вспышки фиолетового, они на каждом цветке индивидуальны. Также обратила внимание на вот такой интересный беглипчик. Для меня он слишком корявенький. Какой-то маленький. Но я знаю, что есть любители вот таких орхидей. И в любом случае, это уникальный беглип. Я просто уверена. Цена у него такая же 1300. Если, кстати, кого-то заинтересует, это на улице Новочеркасский бульвар. То есть район Марина. И в 5-10 минутах ходьбы от метро Марина. Вот посмотрите, какая структура бархатная. И губка аж горит. Невероятная, конечно. Орхидейка. Это что-то прям уникальное. Вот так бывает. Придешь, вроде бы немного орхидей, но 2-3 экземплярчика каких-то уникальных. А сейчас, прежде чем ставить фрагмент встречи с моей зрительницей Диной из города Тула, я хотела бы небольшое предисловие сделать. Я настолько удивлена великодушию, щедрости моих зрителей. Про одну из них я уже упоминала сегодня. Это Светлана, которая подарила мне орхидею легата в стандартном ее цветении. И вот второй человек будет сегодня. С Диной мы пообщались впервые, еще в прошлом году по осени, когда я показала орхидею Ангел-Оптимистик. И она предложила мне поменяться. Я ей, детку, Ангела-Оптимистика, причем детку, которой у меня еще нет. Но она, возможно, будет, и мне придется над этим, знаете, теперь усиленно работать. Поскольку на обмен мне предложили уникальную красавицу. Я назвала Яра Брайт. Потому что сорты все безумно такие. Вот это Яра Брайт. А, вот это детка. Вот у нее там вообще, она ее только скоро не сняла, у нее там три мизерных корешочка. Ага. Турбора нету. Вот вам придется это дело делать. Так, хорошо. Так, я написала вам хуя. Так, а еще тут кто? Это низко? А, это она одна такая. Все, вы каждый листик завернули. Так, понятно. Ну, а здесь вот эта вот, которая я не знаю, кто, желтая, никто не знает. Вот эта вот желтая, типа Эдит. Типа Эдит с крапушками, да? Я очень надеюсь, что это не Эдита. Ага. А почему? Ну, она, не знаю, мне хочется, чтобы это было что-то и шлюзило. Что-то другое, да? Ага. Так что вот. Это не называют, наверное. Почему? А, это вот та самая, да? Да, та самая. Не называть. Ага. Ой, хуя абсурд. Я не люблю мелко-листые, но это просто, конечно, пирожочек классный. И цветет она. Да? Видите вот это? А-а-а. Она каждый раз доцветает на ней и вот здесь образовывает новые. Ох, слушайте, возможно, вы мне любовь к хоям откроете. Мне кажется, мы все орхидеи любят, мне кажется, мы и должны их. Да, вот я как-то... Вот она, да-да, потом покраснеет. Они такие сначала краснеют. Ага. Такая загоревает тоже самое. Просто вы сказали себе. И вот спустя две недели, наверное, уже, Диночка, показываем ваши растюшки. Значит, вот эта орхидейка, за которую вы переживали, она без туркера была. Вот здесь листик новенький растет. Все хорошо. Корешочек вон там видно живой. Так что будем наращивать корешки. Думаю, все будет хорошо. Хоя также поживает отлично. Одну отдала своей соседке по даче. Она тоже передает вам огромную благодарность. Она их давно любит. А я вот только-только, получается, приобрела первый экземплярчик. Ну, я не скажу, что я особо буду расширять прям коллекцию Хой, нет. Я думаю, что вот одной мне достаточно. У меня еще, знаете, есть вот все хочу показать. Вот такое растение называется Зеленые бусы. Я увидела ее у Ксюши на канале Орхид Волт. Мне очень понравилось. Я помню, сделала скрин вот этого растения. И через Яндекс.Поиск по фотографии нашла название этого растения. И на Авито купила у нас вот в городе маленький кусочек. Кстати, ему уже, наверное, год почти. С прошлого года растет. Ну и теперь вот эта королева-королев. Я даже не могу ее название называть. Я думаю, вы все сами догадались. Дин, я уж скажу, наверное. Вы не представляете. Это не просто легато, это легато-бабочка. Я надеюсь, вы от души просто порадуетесь за меня. Поверьте, не просто так вот с неба все мне падает. Прошу, не надо завидовать, если даже у кого-то сейчас немножко так зажало где-то сердце. Поверьте, я потеряла с ноября месяца денег намного больше, чем сейчас стоит эта легато-бабочка на рынке. Так уж сложилась жизнь и на работе. Вот такие подставы были. По-другому я просто не могу сказать. Два раза подставляли. Именно поэтому я оттуда ушла. Вот. И мы в итоге вот с мужем с этими штрафами потеряли почти 60 тысяч рублей. Вот. Ну, чуть поменьше стоит вот эта красотка сейчас на рынке. Если человек, ну, по сути, не вложил какого-то огромного труда, имеет ли он право вообще продавать вот растения за 35 тысяч, за 40, за 50. Я никого не хочу осуждать. Просто задумайтесь, посмотрите, вот эти деньги пошли впрок? Не потеряли ли вы после этого что-нибудь? Вот Дина заметила, что половина денег, большая часть, вот куда-то пошли не туда, куда-то пропали. Уж не стала я подробности у нее спрашивать. Но в любом случае, Диночке, я желаю, чтобы Бог ей втройне воздал за ее доброту и щедрость. Ну, вот так, неравноценный обмен. Теперь мне предстоит трудиться над тем, чтобы ангел-оптимистик дал детку. Ну, вот выход пока один. Сетакиненовая паста на цветоносе, который как раз есть, она его не отсушила. Я знаю, что это не очень хорошо и нежелательно бы. Но посмотрим, буду думать. Каждый день я передала орхидею папайя. Вот, я надеюсь, она нарастит уже листву. Ну, по крайней мере, эта орхидея вышла из какого-то коматоза, в котором она находилась с прошлого лета. Ну, а мы теперь с нетерпением будем ждать цветения вот этой королевы-королев. Цветоносик у нее есть, может, даже почку она пробудет. Диночка, смотрите, корешки все сохранены. Я уж над ней тут трясусь, смотрю, проверяю. Все, все хорошо. Мои орхидеи все без этого гада, без червеца. Безусловно, к ним я не подставила. Да, я в любом случае каждый день сейчас проверяю. Вот, обработала уже все. И заказала и дабл фейс, и батрайдер. Так что, обработки все, все, вот все, что вы мне подсказали, все проводится. И вот на этой счастливой и радостной ноте я хочу закончить сегодняшний дневник Архамана и пожелать вам всем, прежде всего, мира, здоровья, счастья и удачи, так как она улыбнулась мне. Спасибо вам большое всем, мои дорогие зрители. Редактор субтитров А.C.